Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует Крымская Республиканская Библиотека для Молодежи. И сегодня в рамках проекта «Нескучная молодежка» мы приготовили для вас встречу с замечательным, талантливым крымским поэтом Александром Настасьевым, большим другом нашей библиотеки, членом Союза писателей Республики Крым, участником многочисленных литературных конкурсов. Этот человек искренне и честно идет тропой литературы и поэзии уже не первый год и постоянно радует своих читателей новыми яркими эмоциональными произведениями. Смотрите, комментируйте, оставляйте свое мнение. До скорых встреч! Всем привет! Меня зовут Александр Настасьев, я из города Симферополя. Очень рад принимать участие в этом проекте, рад сделать свой вклад в развитие культуры нашего города. Сейчас ходит много мнений, каким должен быть современный поэт. Одни пишут для того, чтобы сделать вклад в искусство, другие пишут, потому что им это приходит. Но настоящий поэт понимает, что над тем, что приходит, еще нужно работать. Стихотворение называется «Хороший поэт». Хороший поэт должен быть двинут рассудком, чтобы делиться с людьми хорошим продуктом. Должен сидеть в тусклой заброшенной будке, играть словами на поэтической дудке. Хороший поэт обязан быть строго к желудку, платить блогерам за рекламу и раскрутку. Должен писать о том, что читают большие массы. В стихах Россию обязательно украсить. Хороший поэт обязан по нежной коже двигать медленно грязный затупленный ножик. Всегда быть грустным, влюбленным или несчастным, бухариком, наркоманом или бесстрастным. Хороший поэт обязан быть Дон Кихотом, приходить как жертва критикам на охоту. Должен спасти Нагасаки и Хиросиму, чтобы его стихи читать у всех был стимул. Хороший поэт вызывает к себе жалость. Он знает, сколько ему еще дней осталось. Хороший поэт будет убит на дуэли, чтобы его стихи все читали и пели. Не называйте меня никогда поэтом. Среди поэзии цветов стою предметом. Поэты Бродский, Маяковский и Мандельштам. А я среди них всего лишь зарифмованный штамп. Может ли поэт посвящать себе стихи? Не будет ли это казаться высокомерием и самолюбованием? Я считаю, что поэт обязан посвятить себе стихи, вот хотя бы одно стихотворение, но он должен себе посвятить. И в таком стихотворении невозможно обмануть ни читателей, ни себя. И я написал тоже такое стихотворение, которое называется «Себе любимую». Пусть твоя жизнь будет шита нитками белыми. Твои мысли всегда будут четкими, зрелыми. Пусть финансы не лезут в колеса с палками. Все неприятности пусть пахнут фиалками. Пусть трудностей не будет с квадратными метрами. Всегда будут дети чистыми и одетыми. Всегда жена встречает только улыбками. Друзья делятся успехами и ошибками. Пусть завистники громко кричат «Я не выживу» и улыбается каждый тобой обиженный. Каждый день будет перенаполнен шансами. Твои слова считают ко всему нюансами. Пусть никогда не тревожит глупое прошлое. Равномерно приходит высокое и пошлое. Настроение брызгает оптимизмами, потому что ты гений больше, чем признанный. Совместные фото перечисляют пальцами, читая про тебя статьи в журналах с глянцами. При встречах требуют расписаться где-нибудь, чтобы хвастаться всем автографом гения. Пусть приглашают тебя в Европу, Америку. Пусть у трапа фаны толпятся в истерике. Узнают прохожие на каждой улице. Стихи министерствами рекомендуются. Пусть президенты говорят твоими фразами. Модельеры выкладывают имя с тразами. Пусть у кого-то будут другие ценности. А тебе надо выживать в современности. У каждого человека свои оттенки осени. Для кого-то это множество осенних фотографий среди деревьев. Для кого-то это холодные дождливые дни. Для кого-то это уютное кресло возле камина. А для меня осень – это время погрустить. И следующее стихотворение называется «Последние осенние». Снова дождь по лицу, а в глазах пустота. Видно, душу свою я отдал неспроста сквознякам. Жизнь – немое кино, черно-белый экран. Много должен я этим пустынным дворам номеркам. Где-то там, глубоко, снова что-то болит. Бесконечный сентябрь снова душу кроит под себя. Я, наверное, и вру, только ты мне поверь. Если хочешь, завтра наступит апрель для тебя. Я уже не похож на вчерашнюю ложь. Приходи, и сама это сразу поймешь. Я другой. Я не знаю, увы, кем я стану потом. Диким зверем, а может, пушистым котом. Я живой. Приходи, убедись, что вчера уже нет. Ты не сможешь узнать обо мне из газет. Я один. Приходи, принеси в эту осень тепло. Ты пойми, я другой. Все, что было, прошло. Приходи. Еще совсем недавно любовь на расстоянии была редкостью. Благодаря современным коммуникациям на сегодняшний день это можно считать обычным делом. И следующее стихотворение именно о любви на расстоянии. Оно называется «750». До нашего счастья всего лишь 750. Но это ни много, ни мало. Ты просто поверь, что тихие звезды глазами моими блестят, Твою освещая постель. Ты там, а я здесь, но мы рядом друг с другом всегда, Теплом, приходящим под каждую строчку о нас, Которая каждый раз мчится сквозь все города, Согреть нас с тобой торопясь. Семьсот пятьдесят африканских любимых цветов пусть снятся тебе по ночам, Когда ты без меня ложишься в постель, Понимая, что это любовь, которую не разменять. Не жалко, что время бежит, как речная вода, Быстрее придет наше время остаться вдвоем, Укрыться, обняться, забыться и не рассуждать часами совсем ни о чем. Всего лишь семьсот пятьдесят до слияния сил, Которые вертятся в нас, как колеса фортун, Которые лезли теплом электронных чернил, Мотыжием от компьютерный грунт. Я видел, улыбкой твоей заблестела луна, Такая любых покоряет, смиряет мужчин. Поверь мне, ты скоро не будешь в постели одна, Я тоже не буду один. Я разделяю современный мир пятьдесят на пятьдесят, На черное и белое, на добро и зло, На дерьмо и варенье, если будет так угодно. Каждому дано право выбирать, с чем и как жить. Иногда, чтобы выбрать нужную сторону, Нам нужно потратить много лет. Но выбор, поверьте, того стоит. Следующее стихотворение называется «Безумный мир». Как же мне надоел этот безумный мир, Где все от меня постоянно что-то хотят, Где умы не выходят за грани квартир, Потому что их топит этот мир, как котят. Где каждый тринадцатый в душе психопат, Но сдерживает себя, не срывая оков. Где счастья не ищут, а берут наугад, Где солнце не видно из-за высоких домов. Где каждый может утвердить глупый рекорд, Например, съесть три килограмма дерьма, А потом это действие превратить в спорт И дерьмоедов в свой союз принимать. Где буржуй на автобусе с красным крестом Торопится спрятать все золото в банк. Где нищий перед молитвой вместе с святом Должен подать отцу на бензин в мустанг. Где тот, кому нет еще даже тридцати, Сидит дома и не выходит никуда. А действительно, зачем куда-то идти, Если дома жена, туалет и еда. Этот безумный, безумный, безумный мир Надоел до слез. Но мне нравится жить в нем. Мне нравятся Капка, Чехов, Бродский, Шекспир. Они придают моему мозгу объем. Мне нравится быть любимым, тебя любить, Держать твою руку крепко в своей руке, Рубить канат между нами, оставив нить, Смотреть, как солнце блестит на твоей щеке. Мне нравится тратить в магазинах рубли, Говорить, как красив на воюбке твой зад, Читать несмело стихии, когда мы легли, Чтобы сделать в любовь наш чувственный вклад. Мне нравится каждый день приходить домой, Где я улыбаюсь и никогда не злюсь, Где тепло и всегда пахнет вкусной едой. Знаешь, безумный мир, я в тебе остаюсь. Жизнь – странная штука. Никогда с точностью не узнаешь, Что будет с тобой завтра. Могут наградить медалью, Дать повышение на работе, А может обломок космического корабля Тебе на голову упасть. Следующее стихотворение именно об этом Называется «О ней». Или про нее. Кому как удобнее. Ты можешь встретить ее на обочине Или в роскошном особняке, В праздничный, выходной или рабочий день, С водой или коньяком в руке, Встретить, теряя смысл жизни неделями Или шагая четко вперед, Встретить, натираясь в джакузи гелями Или в ужине чем повезет. Ты можешь встретить ее на Манхэттене И на улице в ястребках, Кто-то может стать случайным свидетелем Или встреча произойдет в потьмах. Встретить, высоко прыгая от радости Или глубоко ныряя в сплин, Вытаскивая из подмышки градусник Или на поле делая финт. Встретить, гуляя по парку в обыденном Или в офисе, надев жакет. Ведь только Бог знает, Сколько нам отведено Дней, недель, месяцев или лет. Критики. Именно они должны были бы Помогать и пробиваться новым талантом К читателю, который нуждается В переменах, как никогда. А значит, нуждается в новой литературе И новой поэзии. Но очень часто критиками становятся Неудавшиеся писатели или поэты, Которые в желчь своих литературных неудач Вливают на более удачливых коллег. Следующее стихотворение Посвящено именно таким вот людям, Критикам неблагополучным. Иногда хочется взять Два томика Бродского И бам! Пощечину дерзкому критику. Ну что, живой? Как можешь меня ты учить Красивым, хорошим стихам? Если сам даже рифмы Не выдумал ни одной. Для тебя стихотворение Как сочный мясной рулет, Который только что из духовки Горячий взят, Который нужно обязательно Пожрать на обед, Как сочный профессиональный обряд. Даже приборы столовой Не успеваешь отмыть, Потому что обед за обедом Жуешь, верблюд. Выискиваешь, Копаешься в стихах, Только бы нарыть что-нибудь, За что меня потом Свои же побьют. Кушай, Набивай моими рифмами Выпуклый живот. Пропусти через себя Неправильные стихи. Только знай, Однажды у тебя заболит Задний проход От количества Вышедшей из него Чепухи. Много стихотворений Посвящено людям. Много стихов Посвящено событиям. Но существует Мало стихотворений, Посвященных Каменным скульптурам. Я решил, что На одно такое стихотворение Должно быть больше. И назвал его Просто памятнику. Стоит Одиноко В структурности Города С гордой улыбкой Вселяющей мнение. Ни страха, Ни смелости, Ни зноя, Ни холода Точит Своё Полимерное Зрение И смотрит На каждого, Смотрит На всякого, Как на последнюю Новую гадину. И часто Играет В олелки С зеваками. Кто Обыграет Такую Громадину? Стоит Под дождём Проливным Отмывается Чистится Каплями Дожди Калетнего. Но грязь Революции Не растворяется. Грязь Отложилась Из гадкого Едкого. Стоит Ухмыляя С глазами Довольными Мог бы Сказал бы Какую-то проповедь Расплавил бы Души Стихами Трёхдольными Взяв у поэтов Словечек Истрёпанных. Но нет Ему дело До дня Современного. Молча Хранит Пережитки Истории. Стоит И не может Сказать Откровенно Нам Все свои Выводы Споры Теории. Умолкло Однажды Его Красноречие Вытоптав Кровью Себе Себе Я сюда приехал Из своего Поселка Мне было Неуютно Находиться И я Сразу Написал Стихотворение Которое Назвал Железобетонный Город Приветствую Меня Железобетонный Город Курский Вокзал Преподнёс Как на Блюдечке Вот он Я Целенаправлен Влюблён И молод А ты В самой Коротенькой Юпочке Крепкали Твоя Шея Сейчас Вошейники Если На ней Место Моему Якорю Не Всю Ле Ищу Кровь Высосали Мошенники Заменяя Её Красителями И лаками В Глубоких Венах Твоих И Железных Я Тромбом Стану Против Всего Течения И Буду Грызть Твоё Мясо До Самой Бездны Пока Не Исчезнет Во Мне Вдохновение Ну Я Очень Рад Бы Поучаствовать В Подобном Проект Надеюсь Молодежная Библиотека На этом Не Остановится И Придумает Еще Кучу Огромных Возможностей Для Поэтов И Литераторов Проявлять Своё Творчество Хорошего Вам Всего Продолжение следует Продолжение следует